Всем доброе утро. Мы уже проснулись с Вадюшкой. Ну что, ты готов к занятиям по английскому языку? Готов? Только проснулся, вон Вадюшка чаёк налил себе. И сейчас будет с плюшками есть. Позавтракай. Сухариками. Сухариками. Вот, кстати, вот эти палочки очень вкусные. Попробуешь? И сейчас придёт репетитор. Вкусные? Да. А ты умыл глазки уже, да? Зубки чистил? Умничка. Наша кнопочка проснула, да? Пока Вадюшка там занимается, Ксюша кушает манную кашку. Самую любимую, да? Ты любишь манную кашку? Так, всё, приятного аппетита. Тебе чай ещё налить? Нет? Не хочешь чайку? С чем это хочу? Второй чай? Ну, может, ты хочешь ещё чайку. Не хочешь? Ну, кушай тогда. Приятного аппетита. И у Вадюшки тут кашка уже готова. Сейчас он позанимается. И тоже придёт завтракать. Ну, что? Как твоё впечатление? Хорошо? Чем занимались? Смотри. Смотри. Это вот мы вот отсюда. Хочешь, что яркости не прибавил. Смотри. Мы вот аж отсюда делали. Дальше, дальше. Чтением занимались, да? Ну, и это вот, как будто бы пролетело очень быстро. Там ещё дальше мы делали. Ещё дальше. Да, вот это вот. Ну, понятно. Ну, а как тебе репетитор? Нормально. Как зовут её? Мария Сергеевна. Как нашу Машеньку, да. Мария Сергеевна. Ну, всё. Теперь она придёт в воскресенье. Скорее всего. Она постарается, да, по времени. А здесь писали что-нибудь? Нет? Не пригодилось. Ну, молодец. В целом всё хорошо, она говорит у тебя. Да? Всё, пошли завтракать. Кашка манная готова. Побежали. Ну, ты мне скажи, ты будешь заниматься? Понравился тебе репетитор? Да? Мне понравилось вообще с ней заниматься. А то вот с Машей занимаюсь, она говорит... Ну, Маша, она тоже, она же ребёнок. Она думает, что... Как можно не понять? Как можно не понять? Ну, она взрослее ещё. Ну, конечно, она взрослее. Для неё это уже кажется легко. А ты ещё пока только на уровне какого там? Второго класса. Так, всё, накладываю кашку. Будешь? Давай. А у меня на завтрак будет яичница с беконом и помидоркой. И ещё я себе сделала вот такой салатик. Сейчас заправлю его маслом льняным. И чесночком ещё посыплю. Всё, я тоже сажусь завтракать. Всем, кто кушает, желаю тоже приятного аппетита. Ещё раз. Женя. Женя пишет. Писал. Писал. Бук. Буквы. Да. Просто у меня я просто забываю буквы. Да, ничего страшного, научишься ты читать. Дальше читай. Вот так. Да, ты пальчиком веди. Угу. Давай. Дима мой. Дима мой. Мое. Что он, Дима, моет? Дальше, следующий слой. Молодец, умничка. Я прочитал. Что ты прочитал? Что ты прочитал? Что ты прочитал? Саша пи. Пил сок. Умница. Ты видишь, ты канал тебе научился уже читать? Красавка. Что ты прочитал? Вон там надо в календарике перевернуть, этот, следующий день поставить. Молодюшка занимается дополнительным чтением. Жалобно. Повыше с ног голову, только спинку ровно. Вот, да, вот так. Я так ничего не вижу. Все ты видишь. Надо сегодня папе сказать, чтобы он стул опустил пониже, ты уже вырос и тебе высоко. Хочешь, иди обычный стул принеси? А я приехала на станцию к мужу, и он говорит, что нету жидкости какой-то. Точнее, она есть, но ее мало. Надо долить. Сейчас будем доливать, в общем, жидкость. А почему она, это, почему ее нет, как ты говоришь? До полной не хватает. Где-то протекает? По полутируля. Рулем? Как? Надо покрутить рулем. Кручу. Кручу. А еще он говорит, у полос попал мне в рот, что масло давно не проверяли, сейчас он все проверит. На улице такая погодка классная, смотрите, снежок идет. Прям такой хлопьями. Ветра нет. Этот, как его, прогноз погоды от Елены. Показывает, а что-то мне ничего не показывает. В общем, минус 12 было утром. Кто-то масло будешь заливать? Правильно. Так, проверяем масло. Ну-ка. Надо заливать? Так, какое масло мы заливаем? Вот такое. Это немецкое, да? Да. Маслица, маслица. Идеально. Как по маслу идет. А теперь потом надо будет подождать, да? Чтобы оно прогналось везде. Нет, не надо. А что такое? Почему отваливается крышечка? Пока стою на переезде, жду, пока переезд откроется, хотела вам рассказать про учителя, про репетитора по английскому языку. В общем, мы с ней поговорили. Я говорю, ну, как в целом. То есть, они были в комнате в детской. Я им не мешала. Закрыла дверь, они там занимались. Вот. Занимались чем? Базовыми какими-то там вещами. Чтением. Правильным произношением звуков и так далее. Я спросила, как вообще нужно нам эти дополнительные занятия, не нужны. Она говорит, в целом он мальчик, сообразительный, смышленый. Работает, говорит, хорошо. Они занимались час. Стоит, кстати, 450 рублей занятие. И в целом для дополнения заниматься нужно. Как она говорит. Но она как бы на рассмотрение родителей. К чему я хочу это все сказать? Вадим хорошо работает, все занимается, да. Я так и хотела, чтобы было вот это дополнительное задание, точечное, да. То есть, касаемо только моего ребенка. В школе они получают знания в общем. То есть, вот как я уже вчера или позавчера вам говорила. Кто услышал, молодец. То есть, какие-то фишечки Вадим пропускает. Возьмем также возраст. Вот где-то отвлекся, где-то там повернул голову, где-то не услышал, где-то не дописал. И чтобы вот не было вот таких вот нюансов, я считаю, что дополнительное задание, ой, занятие, репетитор очень даже не помешает. То есть, хуже в любом случае не будет, да. Вот, сейчас я, кстати, еду на Валберес. Мне пришла посылка. Заказывала я занавески. Не занавески, а тюль. Шторы на кухне, которые я заказала на Васильке. И не хватает там тюля. Я прям там вижу белую тюль. Недорогую, 4 рублей, наверное, за 500 я заказала тюль. Она коротенькая. И прям специально для кухонного окна. Вот, сегодня повешу и, конечно, тоже вам покажу. Я надеюсь, что мне понравится. Потому что, в принципе, когда я заказывала, выбирала расцветку, я смотрела, там есть голубенькие, розовенькие. Но я подумала, что просто белая тюль будет смотреться гораздо лучше, нежели какая-то цветная, да. То есть, я хотела к шторам, может быть, какой-нибудь цвет морской волны выбрать. Прям с телефоном подходила, вот так сравнивала. Думаю, нет, что-то не то. Вот. В общем, сейчас заберу заказ и поеду домой вешать тюль. А еще я, кстати, была на родительском собрании. И так как у нас начинаются лыжи, учитель сказала, кто-то, может быть, сможет принести большую коробку. Ну, конечно же, я смогу. Видите, у меня там сзади коробка лежит. И думаю, сегодня надо завезти в школу, чтобы лыжи туда складывать. Но это временная коробка, ее можно обмотать скотчем, да, там, хотя бы как-то. Хотя я вот не понимаю, коробка внизу от снега, она будет мокрой. Ну, попросили принести, как бы да, я нашла коробку. Вот. Про что хотела сказать. У нас в Саратове второй раз эвакуируют школы. Сегодня школы не учатся в Саратове. Причем вчера, ой, вчера на той неделе тоже была эвакуация, по-моему, в пятницу. И школы отменили занятия по всему городу. А сегодня пришло сообщение от учителя в общий чат, что отменяются школы в связи с тем, что проходят работы, кинологи, собаки и так далее. Ну, так помимо школ, еще эвакуировали садики. То есть всем родителям позвонили, срочно нужно срочно забрать детей из школы с садов, кто в первую смену дети в школе и, соответственно, дети, которые в садике. Я не знаю, что это такое по всему городу. Ладно, там одна-две школы. Перед Новым годом, кто подписан на меня, да, вы, наверное, смотрели, у нас было то же самое, только с торговыми центрами. Вечером мы приезжаем, хотим сделать там закупку или сходить в какой-то магазин. Эвакуация закрыта. Едем в другой торговый центр. Эвакуация, все, все выбегают. Я нет, ничего не говорю. Конечно, это безопасность в первую очередь детей. И молодцы родители, быстро среагировали. По крайней мере, в чате идет вот общение, переписки. Все бросают работу, бегут забирать детей. Это понятно. Просто я не понимаю, почему так. У меня складывается впечатление, что как будто бы это, ну, может быть, специально делается. В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И у вас в городах тоже проходит эвакуация? Или только у нас в Саратове? Мне даже Катя сегодня пишет с Москвы. Она пишет, вы что, сегодня опять не учитесь? А я еще не читала чат. Я говорю, как это, не учимся? Я говорю, мы в понедельник выходим в школу, в садик, потому что мы идем сегодня в поликлинику. Она говорит, ты новости не читала? Я говорю, нет. Открывая, у нас там в чате уже 60 сообщений, что так детей забираем, мы садик забираем, эвакуация туда-сюда, учимся, не учимся и так далее. В общем, вот такие у нас дела в Саратове. Я уже приехала в Адбрис и иду получать свой заказик. Местя, заказ можно допустить? Сейчас Ксюша будет мне помогать, рассказывать, что мама купила в магазине. Давай вот с этого начнем. Мы купили вот эти пакеты. Кто мы? Ты дома была? В общем, я купила вот такие пакеты. Называется Фрэкинбок фирма. Здесь их 5 штук. Я их тоже вам уже показывала. 3 штуки на 1 литр и 2 пакета на 3 литра. Пакеты такие слайдеры. Можно заморозку их, да, в морозилку. Ксюнь, ты открой, мы сейчас покажем. Не знаю, где они у меня вообще. А, ну вот у меня мясо. Сейчас я отключу. Это вот и киевские пакетики, а это вот эти Фрэкинбок. Очень здорово. Ну, это вот здоровый, конечно, пакет. Там есть поменьше. Здорово с собой взять куда-нибудь в поездку, я не знаю. Я там, например, замораживаю фарш вот в таких больших пакетах. Тоненько вот так его раскатываю, закрываю и убираю. Получается, когда размораживается фарш, его здесь прям вот совсем немного. Немного, да, надо, чтобы разморозился. Небольшим куском вот кругом, как раньше я замораживала. Вот, тоже филешка куриная. Нет, это, наверное, бедро. Но сегодня вот размораживаю, буду из этого суп варить, что-нибудь делать. Вот. А есть и киевские пакеты тоже большие, есть поменьше. Они мне уже служат тоже очень-очень давно. Ну, в основном я их использую для заморозки мяса. Так, дальше пакеты для мусора. Президент сливочный. Вчера в машине забыла я ребрышки, которые купила в маяке. Так, цена 254,90. Оставались последние, последняя упаковка. Ну, ничего страшного. Свинина на хрящиках с чесноком и зеленью. Вот про эти я говорила, на Новый год мы их покупали. Кстати, пакеты вот эти стоят 49,90 или 49,50 в маяке. Имейте в виду, это самая низкая цена, где я видела эти пакеты. В Ашане стоит в районе 100 рублей. Так, и ключи муж попросил купить. Так, а это нам пришла посылка с Вайлдерс, дочь. Это вот такая вот занавеска. И она будет вещать вот тут. Сейчас повесим и посмотрим, как будет выглядеть. Видишь, такие тут цветочки. Это шторы называются. Вот это вот шторы. А это занавеска. А, и сыр еще я взяла, да. Кусочек сыра. Пармезан 45%. Вот, в общем, закупка такая у меня небольшая. Ну, смотрите, как получилось. Мне так нравится. Вообще круто. Как будто они здесь и были, да. Занавески эти. Видите, здесь они не просто вот одной тканью, да. А вот как будто разрезанные. Мне очень нравится. Прям супер смотрится. Вечером теперь можно вот так, хоп, закрыть. Так, можно закрыть, можно открыть. А я хочу еще, знаете, как сделать? Сейчас вам покажу. Вот так вот зашторить их. Как это называется? Подхватом сделать, да. И сейчас покажу, как получится. Так, запомнили. В общем, до. Вот так выглядит. Или сделать вот так, например. Как вам больше нравится? Мне и так тоже нравится. Смотрите, да. Все аккуратненько так. Оп. Почему-то все поправить? Хотела я их отпарить, все никак у меня руки не доходят. И, кстати, мне пришла идея. Это же рогожка материал. Его можно отбрызгать поляризатором. И ткань вытянется. Точно. Я, наверное, сейчас так и сделаю. И вот большой минус. Эта ткань очень-очень мнется. Когда я хочу одеть в прихват вот этот, да. То есть мне приходится делать вот так. И снизу одевая, ткань начинает мяться. Вот. Ну, в общем, я очень довольна. Мне прям понравилось сочетание этой тюля и штор. Если кому интересно, я заказывала, как говорила, на Валбрис. Вот так называется. Вот артикул здесь есть. Ширина 170, высота 160 сантиметров. Изготовитель Беларусь. Вот так вот. Название лента. Дети, которые неделю сидели дома, собираются на улицу. Кто вы? Леоны! Леоны? Леоны? Леоны из Бравер Старса. А, в общем, вот у нас два Леона из Бравер Старса. А, Владимир, ты, кстати, реальный Леон, видишь? Тебе еще и чурпачок у него не хватает. У него вот такие штаны. И такие носки. Да. Кстати. И его лицо не показывают. Он вот так. А он что, без лица, что ли? Нет, он с лицом. Он типа маленький мальчишка, но он ходит в капюшоне вот так. Но смотрит вот так. А как же он видит через капюшон? Только вниз смотрит? Нет, он только вот так смотрит и ходит. Поправи сзади кофту. Ну, кстати, он еще невидименько. Он бы хамелеон. Да, вот, смотри. Мы уже на улицу вышли. Собираемся в поликлинику. И как цыгане. У нас тысяча пакетов. Так, это у нас книги для Миши. Для подготовки всякие. Азбуки. Ксюша уже ходит на подготовку. Это нам уже не нужно. Так, дальше это вещи для Миши. Что у нас еще? Это для садика. Ксюша решила отдать кассу и домик. Да. И этот пакетик тоже для садика. Целые игрушки. А, нет, это Мишин второй пакет. Так. Камбоем. И вот этот домик тоже отправляется в садик. Я думаю, что они его там покрасят. Какой-нибудь красивый белый цвет. В общем, воспитателем. Отдадим. Захотят выкинуть. Захотят оставить. Но я думаю, что если его покрасить, он будет очень даже, да? И рюкзачок вот Вадюшка дарит свой. Миша. А там машинки. Стой. Что еще? А, не надо. Их в салон, их в салон. Еще мы взяли с собой бенгальские огонечки. Сейчас будет когда темно. Мам, здесь 10 тысяч у нас. В 8 тысяч. Аня. Завтра я понесу домик в садик. Да нет, я сама отвезу. У Ксюши без помпончика. Я стирала шапку, покажи. Такая сразу беленькая стала. И без помпона. Сынок, а тебе надо быть вперед. Бери бустер, садись вперед, потому что там коробка. А сегодня была эвакуация, и я не смогла отнести коробку. А, пойдем. Это коробка для лыж вам нужна в садик. Ой, в школу. Сейчас я бустер переставлю. Аккуратно. Закрывай дверь. Вот что, как холодно. Целых 12 градусов. Мы уже приехали в клинику. Вообще прям дубак такой. Машину не могу закрыть. Ксень, ты руки из кармашка вынь, а то если упадешь, то прям носом. Блин, как здесь все скользко. Давай-ка мне руку. Что-то у тебя сапоги не скользкие. У меня оги очень скользкие. У тебя нет нормальной? Так, аккуратно, аккуратно заходим. Елочки тут красивые. Смотрите, сколько снега. Обалдеть. Просто. С Ксюши на рост сугроба. Ксюша, встань. Вот туда, вправо, вправо. Давайте. Вот сюда. Офигеть. Просто смотрите. Вот Ксюша. Сейчас, подожди. Вот. Мама, ты покажи вам тот сугроб. Какой? Вот этот. Ну, с ней. Ага, ну это чистили, накидали, да. И вон так. Все, погнали. Как тут тепло сразу, да? Походи. Обрабатывай руки. Хорошо. Ты вещи уже сдал в гардероб? Так, это бахилы у нас лишние. Один тебе еще надо, да? А, ты уже одел? Один надевай. Талончик возьми, этот жетончик, жетончик. На один повесьте. Да, конечно. А, на один повесьте? Хорошо. О, тут как здорово можно и мультики посмотреть. Что это за мультик? Том и Джерри. А тут смотрите. Знаете, что это за мультик? Да. Семь гномов. Одна золушка и семь гномов. Нет. А ты как думаешь, Ксюша? Одна золушка и восемь гномов. Одна золушка и восемь гномов. Нет, этот мультик называется «Белоснежка и семь гномов». Да, вот как раз вот этот вот гномик, ворчун называется. Вот этот вот. Когда ты ворчишь, я говорю, ты на того гномика похож. Водина, Ксения. Садись, Ксюша, ты первая. У нас вот... Это Ксения. В садик Ксения. Угу. Все. Карточку мы у вас оставляем в олибрике в кислотуру? Все, пойдемте, говорите «до свидания». До свидания. Дольше раздевались. До свидания. Так. Ага. Только вверх не закрывай. Хорошо. Пока бери вещи, да, я поставлю печать. Да, Стучи? Можно печать просто? Правда, мы бы дольше собирались. Зашли, горло посмотрели, все, послушали в детей и выписали. И теперь ура, мы идем в школу и в садик. Ксюша уже безумно соскучилась. Мам. По садику, по своим друзьям. Я не соскучился по садику, хочу сходить в садик свой. Что у меня надо? Вадим тоже соскучился по садику. Не по школе, по садику. Тоже хочет ходить к Юльпалу. По школе никто не соскучился. К Юльпалу не хочешь ходить тоже, да? Почему так вот? По садику никто не соскуч... Никто... Никогда нет такого, чтобы по садику не скучали, да? Да. Никто не заскучился по школе Это точно А у нас в семье есть два богатеньких буратино Закрыта что-то эта дверь Кто у нас богатенький буратино? Вадим и Ксюша Я пока что не знаю 500 рублей я ей дам или 300 В общем, у них есть денежки, которые им подарили На Новый год Тетя Катя подарила денежки У Ксюши были в копилке И мы решили приехать Точнее, они решили приехать в Детский мир и что-нибудь себе посмотреть Давай, заходите А вы обратили внимание? Мы елочку-то убрали А в гиперах елочки еще висят Наметила? Да? Как в метро, надо вправо вставать О, привет Мы в Детский мир Вадим, одноклассник, встретил Налево Вадюш, налево, сынок Вы можете, кстати, шапки снять И перчатки, варежки уберите в кармашки Хорошо? Вы думали, что покупать-то будете? А я не знаю, что там Не знаю Не знают они Вот сейчас мы час будем ходить и думать Что же нам купить, да? Я скорее У меня еще 50 рублей есть Так Своих Я пошла покупку Скорее всего зайду сюда И, наверное, постараюсь Ксюше Игрушку, да, хочешь достать? Ну, давай, попробуем Слушай, в этом году хотела купить вот такой комбинзон Сейчас они 4 800 Со скидкой в детском мире Еще какие варианты есть Розовенькие Тоже 4 899 Двоечки Ну-ка 4 000 Прям для малышей Ну вот, да? Прям классный вариант Мама говорит, как обычно В отдел одежды Сейчас скидки, скидки, скидки Я смотрю, Ксюнька, бинзон тебя В общем, пределах 5 000 Они стоят Ой, какой здесь Люми-мимишный Прям вот обожаю Всякие вот эти вот детские миры Ой, какая куртка классная Осенняя Сколько цена у нее? 2 000 Вот еще розовенький конвес Прикол? Вот это Приблизительно хотя бы Ну помнишь эту? Которую я хотела Что? Пони? Давай пройдись В общем, Ксюша выбрала вот такой набор Мы, кстати, покупали такой набор наподобие За 2 с чем-то, да? Вот Какой у тебя, Ксюша? В общем, эти наборы стоили Вот, смотрите Видите, 2 500 2 100 Мы тот набор покупали за 2, да? А сейчас они стоят 1300 Мясорубка Чисто лепка Вот 2 300 А сейчас 1300 1000 рублей ски Вадим встретил еще одного одноклассника Кого ты взял? Вот этого А что это такое? Сколько она стоит? 3-то бывает Хорошо А сколько стоит она? 1 200 Пошли проверим 290 Пойдем проверим Ой, в общем, Вадим решил себе взять перевертыш машинку, да? Я обещаю Буквы на ней, посмотрим Да? Ну, кстати, да Как вариант Ну, давай Там, наверное, к ней еще надо батарейки купить Ну, пошли проверим цену В общем, в детском мире сейчас идут скидки Вот я всегда говорю Лучше не на Новый год покупать игрушки, подарок, а после Нового года Потому что скидки идут практически 50-70% А, вот, вот Нет, 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 нет Это антикрашка Вот этой надо, да 1 400 Куда же другой 1 400 такой же взять? 2 300 Не такой же? Ну что, идем на кассу? На кассу идем? Пошли вон туда еще сходим Мама, возьмем еще батарейки? Ну, не здесь батарейки возьмем Пошли вон туда сейчас сходим еще вещи И на вещи, смотрите, скидки 70% Вещи, обувь Так что имейте в виду Шапочки Пожалуйста, 200 рублей Очень даже модные сковородные Между прочим, 200 рублей за 2 шапки, представляете? Крутяк Для малышек тут шапки Тоже по 200 рублей Ну, класс Уточки, вот Вообще, я бы купила, если бы Ксюша была у нас малышкой Я бы ей купила вот такую куртку Смотрите Она стоила 2 200 Сейчас 700 рублей Ну, прелесть Какой хороший джемперочек Вот тоже мне нравится 799 Стоил 1200 А вот футболочки белые для физкультуры По 50 рублей И 49 рублей Ну, супер Всякие тоже шапки 200 рублей Две штуки Такие шапки Какие хотите Проходите Проходи вперед Тележку иди ставь А курточку одевайте Спасибо, говорит братик Он ей денег добавил Ну, немножко вышли за лимит Но ничего И мама вам с папой чуть-чуть добавили, да? Такой набор Миксер Или что это? Кексапечка Машину, которую он хочет гонять По снегу По снегу, да Она заряжается от аккумулятора А пульт на батарейках Так, ну что, мы уже дома Вадим, вот машинку хотел себе показать Давай, показывай Нажимай Батарейки вставили Вот видите, вот у меня вот есть Можно два варианта Либо назад-вперед Вот это назад Вот это вперед Можно По-другому Ну, показывай, как она переворачивается Просто покажи Давай Я сейчас резко еду назад Давай А как переворачивается она, покажи А там, видишь, мешает колесик Да, вот это вот мешает Вот, стенка Давай В общем, она переворачивается И никогда не застревает А у Ксюши, в общем, вот такая вот игрушка Нажимаем Так 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 Пончик И достаем вот такой вот пончик Где тарелочку? Дай, пожалуйста, тарелочку Сейчас мама будет играть Кстати, мне нравится В плейдо тарелочки С другой стороны тоже есть Фигурки, формочки такие Кладем Теперь давай шприц Ты наполнила шприц? А, вот, да Можно взять вот так вот Сделать кружочек, например, из плейдо Здесь выбрать Ну, например, мы хотим Такую ракушечку, да Надавливаем Достаем И кладем на нашу пироженку Получается такая вот красота Нет, давайте сейчас возьмем шприц Вот так надо сделать Да И можно добавить в шприц Покажи, а где шприц? Вот Вот в этот шприц мы добавляем плейдо Ну-ка Добавьте, пожалуйста, нам Повар, Ксения Кондитер Кондитер Еще не хватает С мясом На гарнир будут спагетти И второй горячий Хочу сделать сразу на завтра Это будут куриное филе бедра И еще хочу порезать куриные крылышки И потушить Ну, то есть, может быть, отделю от косточки И потушу все со сливками и сыром В общем, на выбор будет два горячих Так как мяса мало Все-таки я решила сделать еще и курицу С одной стороны отбивные пожарились На быстром огне Я на самом большом делаю И теперь убавляю огонь На минимум И закрываю крышкой Кстати, отбивные, как всегда, я делаю свиные Свиная корейка, по-моему Режу небольшие кусочки Немножко отбиваю Соль, перец Сначала в яйцо, потом в муку Ну, там специи по вкусу В муку и сразу на сковороду Все, закрываю, убавила и еще минут В общем, они жарятся там 25-30 минут Ну, там все по-разному Кто-то любит по зажарести, кто-то любит не так сильно зажаривать Все, бульон у меня уже кипит Накибе я сняла И сейчас буду варить суп Я перевернула отбивнушки Ставлю в одну спагетти Потому что я купила, варила троечку Так, сейчас покажу, где они у меня Вот они, троечка Это очень тоненькие И варятся они буквально там 10, наверное, минут 10-15 минут примерно Все, сейчас буду Варить макарошки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok